И остается особенным, чем-то изолированным, тот успех не удалось колумбийцам развить и вот команду провести именно здесь. Может быть, кто знает, Колумбия первый и поэтому получила Эквадор в одной четвертой. Об этом всем порассуждать, это все вспомнить чуть позже, потому что сейчас они на стадионе Мане Гаринча. Покуейлер номер восьмой, это центральные полузащитники по флангам. Покуейлер номер восьмой, это центральный полузащитник по флангам. Этот, в принципе, это говорим не мы, какие-то комментаторы из России, это есть. Ну и трюк по Америке, естественно, это регулярно. Колумбия готова. Такие случаи, не только арбитры, но и игроки. Все, можно начинать Аргентина разводить с центра поля. Смотрим с квадратом на правом фланге. От его индивидуальных действий сегодня многое будет зависеть. Пока помню, что от Колумбии, скорее всего, сегодня фейерверка ждать не приходится. Что касается сборной Аргентины, это что на Евро-2020, что турниры выигрывают за счет... Чем по одной ключевой метрике Месси обводят на ИМА. Именно по количеству обвода. Передача, штрафной удар, который, я думаю, откровенно говоря, проспал. Но опережение ему сложно. И Гонцалес нам тоже присутствовал. Месси же стал свободным агентом в поле на днях. Не такая, что это не самое. Но это как посмотреть, понимаешь? Вперед, квадрадо, подача. Сапат открывается, штраф сложно. Но Месси, конечно, может поспорить, получает мяч в штрафной площади. Лионель Месси разворачивается, скидывает удар. Лионель Месси получает мяч. Геремини сложно способен. Из глубины передача. И удар. Кто же такой выдал? Деполь? И Родриго Деполь? Да может и Родриго Деполь? Игентины. И прекрасно, что Лутара Мартинос забивает. И счет у нас открывается в месси. Все-таки туда отправил мяч на Месси. Ну и Лутар. Это в Америке большое достижение. Кстати, Голубить отвечает. Квадрато! Субтитры сделал DimaTorzok